Приветствую вас, дорогие мои тельцы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на декабрь 2021 года. Заключительный месяц этого года. Ну что ж, давайте посмотрим, чем порадует вас этот месяц. Что уйдет, что придет, какие основные события произойдут. Ну, в общем, все по порядку. Итак, главные события этого месяца. Ваше настроение, ваш настрой в этот период. Друзья мои, десяточка жезлов. Ну что ж, настрой закончить со всеми обязательствами. Выполнить ту работу, которая, ну, скажем так, уже продолжается, может быть, у вас очень-очень долго. Расправиться со своими какими-то сложностями, с препятствиями. Может быть, для кого-то преодолеть себя. Освоить какие-то дополнительные навыки. Найти работу. Завершить, может быть, какие-то отношения. Либо выяснить эти отношения. В общем, настрой у вас такой, знаете, с трудностями. Да, такой решительный. Я это сделаю, как бы мне не было трудно, как бы мне не было больно. Но я это решу, я это выполню. Вот что-то в этом роде. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, какие события в деловой сфере вас ожидают. Карта звезда. Ещё что. Ага. Сила. Дьявол. Ну, друзья мои, три старших аркана в деловой сфере. Чувствуете? Довольно серьёзно, я бы так сказала. Ну, в принципе, тогда неудивительно, что у вас вот такое настроение. Готовое к трудностям, я бы так выразилась. Да. К преодолениям. Ну, о чём нам говорят события в деловой сфере? То есть, это работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские, личные какие-то дела и так далее. Ну, во-первых, дьявол, друзья мои. Здесь у нас лидирует дьявол, да ещё вкупе с силой. Это уже говорит, либо сбросить какие-то цепи зависимости, ну, касаемо дел, завершить какие-то очень серьёзные дела, продавить какие-то серьёзные вопросы. Может быть, эти вопросы и задачи, либо цели касались, идут, вернее, из какого-то прошлого. Вполне возможно. Либо, наоборот, связаны с вашими мечтами, с вашими целями, с вашим будущим. То есть, это, скорее всего, судьбоносное событие. События связаны с тем, чтобы приблизиться, приблизиться к тому, что вы намечали, к своим планам, к своим целям. Да, не исключено, конечно, что будут моменты борьбы, продавливания, как с вашей стороны, так и со стороны внешних обстоятельств или людей. Может быть, действительно, и какие-то хотелочки, сильные-сильные хотелочки. Может найти шикарную работу. Может быть, открыть свой бизнес. Может быть, завершить переезд или завершить какие-то сделки. То есть, три старших аркана, друзья мои. И все связаны с вашими планами. Скорее всего, с вашими планами и целями. Может, кто-то мечтает или поставил себе цель стать популярным. Добиться какого-то авторитета. Стать лидером. Взять в управление, в жесткое, причем, управление, если говорить о дьяволе, в жесткое управление окружающих каких-то обстоятельств. А может быть, даже и людей. Своё ближайшее окружение. Но я, опять же, подчеркиваю, это всё касается деловой сферы. И только деловой сферы. Да, не исключено, что понадобятся колоссальные усилия, чтобы выполнить поставленную задачу, либо, друзья мои, справиться с внешними обстоятельствами. Потому что у нас по десяточке жезлов вполне возможно это обязательства, которые, ну, скажем так, не совсем, может быть, и ваши. Может быть, даже это, ну, обязательства какого-то вашего очень близкого окружения. Что надо будет помочь, надо будет вывести, надо взять эту ношу на себя, так как, ну, без вас никто не справится. И вот эта вся борьба, вот эти все усилия, они как раз проигрались в этих трёх картах, друзья мои. Ну, конечно же, ещё у нас карта дьявола говорит о крупных сделках. Об очень крупных каких-то делах. А может быть, даже об ответственных каких-то должностях, друзья мои, да. Об большой ответственности, когда очень легко опять попасть в зависимость. И вот это на грани, на грани, чтобы как-то сберечь себя, своё я сберечь, свою самостоятельность, свою свободу, что ли. Да. И ещё, знаете, ещё идёт такое ощущение, что есть риск, друзья мои. Есть риск напортачить. И есть риск действительно попасть в зависимость. В любую зависимость. Мы тут, как говорится, не будем уточнять. Зависимости могут быть разные от работодателя. Зависимость от каких-то своих амбиций, скажем так. Да. Зависимость от других каких-то людей, окружающих вас. Поэтому тут надо быть очень-очень осторожным и реалистичным, скажем так. Да. Очень реально смотреть на вещи. Очень трезво оценивать то, что будет происходить вокруг вас, и то, что вы будете делать. А то, что будут какие-то крупные дела, это однозначно. Это однозначно. Высокие цели взяты будут. Высокая планка. Либо, друзья мои, если даже это не ваши, не ваша задача, не ваши цели, то в любом случае вы можете попасть вот в этот кругооборот, в этот круг, нет, в этот даже водоворот событий, в которые вас просто втянут. Втянут окружающие. И тут, как говорится, не отвертеться. В общем, всё серьёзно. Ну, давайте посмотрим, а что это у нас в финансовой сфере. Потому что дьявол может ещё говорить, как я сказал, о крупных сделках и о крупных деньгах. Так, финансовая сфера у нас императрица и туз-чаш. Ну, что ж, друзья мои. Ну, тут, да, может быть, очень высокий эмоциональный накал в связи с происходящим. Да, он может быть связан, действительно, друзья мои, с крупными финансовыми какими-то операциями, касаемых бизнеса, касаемых недвижимости, касаемых семьи, каких-то крупных расходов или крупных доходов. Ну, может быть, может быть, действительно, и продажа недвижимости, может быть, и доходы от бизнеса, рост бизнеса. Тут, как говорится, все варианты хороши. Перечислять, наверное, смысла нет. Но, единственное, радует, друзья мои, вот в финансовой сфере у нас тут выпала, как говорится, императрица, либо какая-то женщина, очень близкая к вам, какая-то персона возьмёт в свои руки управление и контроль за вашими финансовыми потоками, либо вы сами сможете этим управлять. И, вполне возможно, вот эти ваши желания, финансовые желания, они как раз и потребуют вот таких серьёзных действий, серьёзных таких вмешательств в вашу деловую сферу. Ну, например, желание переехать куда-то, да, то есть желание получить какие-то дополнительные доходы, провернуть, допустим, сделку какую-то по недвижимости или что-то ещё, или желание получить от бизнеса, стартануть в бизнесе. Это всё, как говорится, одно к одному. Деньги и дела – это неотрывный процесс. От дел ваших зависят денежные поступления и расходы, и от ваших вложений, скажем так, вложений, финансовых вложений зависят и последующие события в деловой сфере. Ну что ж, интересно, интересно довольно у вас, друзья мои, и финансовая сфера, и деловая сфера. Просто вот я не знаю даже, что может происходить. Ну, как бы, знаете, вот такое ощущение, что на кону будет стоять что-то крупное, что-то очень крупное. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что у нас с отношениями. Чем богата будет сфера отношений, какими событиями. Вот знаете, опять же, возвращаясь к вашему настроению и настрою по десятке жезлов, очень хорошо описывает вот эти все действия, скажем, вот эту историю, эту картину. Действительно, высшее напряжение, высший накал. Усилие на грани, понимаете, усилие на грани. Возможности, желание, тут уж, как говорится, у кого что. Может быть, даже действительно, желание во что бы то ни стало дойти до цели, каким бы не был трудный путь, тернистым, и какие бы препятствия вам не преграждали. Путь к своей цели. Ну что ж, давайте теперь поговорим об отношениях. Что вас там ожидает? Ну, начнем с отношений, у кого есть пара. Так, здесь луна. Ну, не все просто. Не все просто. В этом месяце могут быть какие-то моменты, которые будут вам неясны. Может, кстати, почувствуете какие-то магические влияния на вас, на ваши отношения. А может быть, сами будете магичить. Не исключено и такой вариант. Ну, а вообще, может появиться некая интрига. Может, на вашу партнера или на партнершу кто-то глаз положит или что-то еще. Но, тем не менее, луна, она и есть луна. Это действительно ночь. Это не ясности. Это какие-то такие вибрации, от которых либо хочется избавиться, либо хочется понять смысл их возникновения. Поэтому не все просто, друзья мои. Может быть, знаете, выяснение отношений до конца. Да, выяснение отношений. Ну, у кого все хорошо, друзья мои, ну, тут, кажется, и волноваться не о чем. У кого уже были трения, или вы на грани развода, разрыва, то в данном случае декабрь месяц, скорее всего, не расставит точки над ей. Скорее всего, еще больше туману напустит декабрь, понимаете? Еще более неясными станут ваши отношения. Так что в этом плане еще работать и работать. Так. Личная жизнь свободных тельцов. Что у нас здесь? Ну, у нас четверочка кубков. Погружение в себя, в свои, может быть, желания, в свои интересы. Вот как-то, знаете, абсолютно нет такого ощущения, что человек заинтересован в новом союзе, в новом партнере или партнерше. Кстати говоря, могут быть и предложения, могут быть оказаны вам знаки внимания, но вы будете сосредоточены на чем-то другом. Да. Сердечная тема для вас будет в декабре, скорее всего, не актуальна. Либо, друзья мои, то, что вам будут предлагать, какие там поклонники или поклонницы будут у вас возникать, они вам, ну, как бы вот, ну, просто неинтересны, понимаете? Не вашего поля ягода, если можно выразиться так. Не ваша половинка. Ну, это как вариант. Ну, а вообще, вообще, друзья мои, скорее всего, вот особенно учитывая вот эти все дела, друзья мои, в деловой сфере, в финансовой сфере, действительно такое ощущение, что вам не до любви. Хорошо, теперь давайте посмотрим отношения у тех, у кого связь на стороне. То есть есть постоянные партнеры, есть постоянная партнерша, но и есть связь на стороне. Что там у вас будет происходить? А у вас, принцесса Жезлов, друзья мои, ну, есть еще желания, есть страсти, есть чувства. Вот эта новизна, новизна отношений, новизна вибраций, скажем так, любовных вибраций, она будет продолжаться. В принципе, все, как говорится, все в том же духе. Все тот же накал, пока конца здесь не видно. Так, хорошо, давайте теперь посмотрим, а что уйдет и что придет в этом месяце. Итак, что уйдет и что придет. Что уйдет? Семерка чаш. Вот, скорее всего, знаете, уйдет состояние иллюзорности, что ли. Как бы наступит своего рода просветление, развеются какие-то, может быть, фантастические мечты, или развеются, может быть, даже моменты какие-то доверия к кому-то. То есть, как бы, знаете, вы увидите истину, увидите истину в отношениях, увидите истину каких-то дел, каких-то событий. Да, уйдет вот именно, может быть, даже легкомысленное какое-то доверие, надежды какие-то, неоправданные надежды. Как вроде, знаете, очки снимите. Да, наступит своего рода просветление. Это как один вариант. Для кого-то семерка чаш может проиграться, как, наконец-то, вы сделаете выбор. То есть, у вас будет несколько вариантов, трудно выбираемых вариантов, но, тем не менее, вы сделаете этот выбор, и, как говорится, этот вопрос будет закрыт. Ну, это, конечно, больше эмоциональная такая составляющая. Она на уровне души больше всего будет, а не на уровне каких-то конкретных, может быть, действий. Так, что придет? Двойка чаш. Для кого-то придет любовь, для кого-то партнерство, для кого-то взаимное доверие, взаимопонимание, для кого-то повышенная чувственность, доверие к кому-то. Для кого-то это соединение сердец, встречи, знакомства. Тут, как говорится, все, что хочешь, может быть, что придет. Но самое главное, друзья мои, придет любовь, дружба, чувственность. Вообще чувства придут. Вот в чем. Вот это самое-самое главное, что придет в вашу жизнь. Да, взаимопонимание, доверие, примирение, если у кого-то какие-то есть недомолкви или ссоры в отношениях. Хорошая карта. Ладушки. Ну что ж, на посошок спросим, конечно же, обязательно совет. Совет Таро на декабрь. Что вам посоветуют карты Таро? Пятерка жезлов. Разберитесь с собой, если есть такие непонятки. Не бойтесь вступать в противоборство с кем-то. Не бойтесь доказывать свою правоту, отстаивать свои интересы. Не бойтесь выбиваться вперед в лидеры. Не бойтесь бороться с препятствиями, с какими-то проблемами. Обязательно, как говорится, идите в бой до конца. Расчищайте свое поле деятельности. Расчищайте свое окружение, если этого требует обстоятельства. И тогда, как говорится, все будет у вас хорошо. Главное, чтобы пыл был. Главное, чтобы энергия была. Главное, чтобы были желания. Все. Остальное все приложится. Вот такие пироги. Ну что ж, друзья мои, На этом я закругляюсь. Не буду пока поздравлять вас с наступающим Новым годом, потому что еще, как говорится, и середины ноября нет. Вот. Это отдельное у меня будет поздравление. Но пожелания, конечно, у меня есть на декабре. И эти пожелания, конечно же, касаются вашего здоровья. Чтобы, как говорится, никакие болезни вас не тронули. Чтобы вы себя чувствовали всегда хорошо. И, конечно же, благополучия, удачи, денюжек побольше. А любви побольше. Вот. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме.